здрасте здрасте люди добрые вы увидели сейчас какое у меня безобразие происходит в аквариуме реально какие-то клопы как это плесень грибок не знаю даже что и это все реально захватывает мой аквариум уже опускаются руки не знаю что делать но мне кажется я нашел причину а также я в этом видео еще вам расскажу и покажу какие новшества какие изменения произошли в этом аквариуме а также еще покажу лимонную кислоту и подобные вещи то что вы мне советовали в магазинах которые находятся в германии так что если вам эта тема интересно усаживайтесь поудобнее чай чаечек кофе кофе чек печеньки и приятного просмотра начну пожалуй с того что я пересадил отсюда рыбу лик тут их нету остались только улиточки которых я привез сам не знаю того с украины не тут по оставались также я отключил фильтр он сейчас не работает думаю он мне сейчас не нужен так как здесь мальки а малькам соответственно не надо так потому что они могут сюда попасть фильтр и естественно погибнуть это ни к чему поэтому лучше не пускай поплавают не думаю в этот уже увидели их а также увидели то что здесь стоит рельефный фильтр который мне подарил юра за что ему конечно огромнейшее спасибо сейчас все вот так вот фильтруется еле-еле водичка вы не подумайте что так она постоянно я еще подолью воды сюда скорее всего газированной и будет нормально тут водичка утекать либо опущу немножко сопла этого аэрлифтного фильтра также я добавил аэрацию вот там аэрация она спрятана чтобы так сильно сюда она не выходила как мне показалось я уже более-менее справился с вот этими всеми не хорошими гостями хотя не может и хорошие может кому-то и нравится ну мне не вообще не нравится слова совсем и реально они меня напрягали не знал что делать сейчас поставил аэрлифт поставил аэрацию и вроде как все начало налаживаться причина то не в этом причина немножко в другом процентов на 90 я думаю что никто не сможет догадаться причину этого грибка который начал захватывать грунт декорации короче говоря полностью весь аквариум давайте проверим вы сейчас напишите в комментариях а потом сравним с правильным ответом ребятам я нашел вот она лимонная кислота рубль 50 получите я думаю что вот это тоже что-то из такого разряда 225 но это подороже тут сколько у нас непонятно пока а 390 миллилитров вот такая тут лимонная кислота это у нас магазин мюллер есть немного другие тоже лимонные но они подороже как видите а это если кто не в курсе этот ребят вот аптека но кабельницы здесь не продают узнаю кто-то узнает уже этих карапузов не уже так немножко хоть начинают быть похожими на рыбку но я думаю еще никто их не узнает друзья также хочу порекомендовать к просмотру канал рыбка автор снимает видео о своих аквариумах рассказывает о сложном простыми словами а также делает переделки который помогает начинающим аквариумистом он только начинает свою деятельность на ю тубе и по возможности поддержите его подпиской и лайками малюшка я подкармливался также вот этим нематодой тоже потихонечку потихонечку тут она размножается видно там шевелится если сейчас под свечу то там прям видно как они кишат сколько их там вовсю тут двигается и также подкармливая еще артемии все замесил не вот жду ну что я могу сказать кое-кто тут конечно все-таки проклеиваться у меня здесь нет аэрации просто я перемешиваю периодически пока еще даже перекись не лил но понемножку тут по три рачка по 5 они начинают выводиться плоском таком судочке на свет они хорошо реагируют все отлично и дальнейшем я еще мог что хотел сразу сказать хочу сюда доливать минеральную водичку точнее не минеральную а просто газированную водичку супермаркета и смотреть как будет реагировать растение потому что вот это co2 как мы уже с вами там решили она не совсем подходит его надо лошадиную дозу чтобы это был действительно углерод для растений а так как эта доза смертельно для рыбок и других гидробионтов то естественно зачем мне такое надо я рисковать не буду но в общем так как вы в кадре уже кое-что увидели то причиной вот этого грибка была вот такая вот баночка банальная помните здесь я сюда таблеточку кидал она была там стояла за растениями не видно и вот здесь последствия когда я достал водичку сливал немножко при открутил и отсюда такая вонь пошла я понял что здесь реально было болото и вот с этого болото пошло все по аквариум захватывать вот этот грибок видно производителя когда делают для этих таблеток свои бочонки они как-то предусматривают чтобы была нормальная фильтрация и поток воды здесь был я же видно это не предусмотрел и вот такое у меня косяк получился который отразился на аквариуме но сейчас вроде как все наладилось вот он грунт и надеюсь что дальше все будет отлично пока его не наблюдая кстати пропали вот эти непонятные клопы блохи сейчас пока никого нету все чистенько все аккуратненько все как должно быть вот сейчас очередной раз по вам навстречу кориумистов блин вот так не хватает вообще языка просто сидишь направление понимаешь о чем говорят дословно перевести не можешь это так цепляет это так и неудобно вот общаешься с людьми особенно когда я еще прошу помедленнее или там переспрашивают да это там я еще могу что-то понять ну когда сидит компания и каждый раз переспрашивать каждый раз просить помедленнее но это некрасиво и я там не один такой главный гость для меня все там старались поэтому вот дискомфорт такой просто знаете цепляет заводят так не знаешь языка и символ учиться дальше учить язык быстрее осваиваться хотя и честно сказать я считаю что тоже не не слабо так пытаясь учить потихоньку потихоньку конечно я не то что там разговариваю там все правильно склонение там и все подобно и в основном я разговариваю без соединения в предложения ну как знаете как например в на я такие предлоги пока еще не употребляя слова просто говорю в предложении без соединения то есть человек который меня слушает он должен еще понять о чем я говорю так как ну еще не все частицы где-то я знаю конечно ну и порядок слов я знаю что в немецком существительная на первом глагол на втором если вопрос то тогда уже наоборот глагол на первом месте существительной на втором и если есть там когда кто ванна варум там то тогда они идут на первом месте а потом логол но это вам так немножко ответвления тех кто не знал об этом не думать я кто немецкий изучали знают ну и второе сразу отвечая на вопрос вот буквально только шоу прочитал по поводу того пристают или нет эти консультанты в зоомагазина ребята консультанты ни в одном по-моему не приставал только если позовешь тогда да ну и как-то просто я разглядывал в большом полу кола за ушли вот там до консультант подошла и это еще первый раз когда этом был знание моего немецкого заканчивались из трех слов и там конечно мне очень было сложно с ней общаться ну язык жестов и каких-то немецко-английских слов никто не отменял поэтому и тоже изъяснились но опять же одно дело когда вы ведете диалог один на один с кем-то а другое дело когда вам надо в компании людей понять вот о чем они говорят и они не будут под вас под одного подстраиваться вот это конечно намного сложнее и вот это у меня сейчас такая сложность что я не могу просто вот человек ну в компании понимать дословно очень застегивает конечно ладно буду дальше вам еще вещать